Можно обратиться, получить работу. Они не говорят, что эти люди потом могут получить сроки 10 лет, 15 лет, 18 лет. Активисты всего региона вышли на борьбу с рекламой наркотиков ровно в полдень. В руках только баллончики с краской и трафареты. Краску стараются подбирать поближе к цвету стены или забора. И к этой акции Комитет по молодежной политике изготовил свои трафареты. Добрые, здоровые и экологичные. В этом году мы продолжили реализовывать эту акцию в творческом формате. Наносить изображения донских раков на стены, для того, чтобы закрасить негативную рекламу. Это в том числе и про уникальность нашего региона. Таких надписей на фасадах зданий, заборах, досках объявлений и других местах в Ростове становится все больше. На совместную борьбу с ними вышли волонтеры, правоохранители, сотрудники районных администраций, активисты спортивных клубов, общественные палаты, движения «Ростов без наркотиков». Цель – уничтожить всю наружную рекламу наркотических и психотропных веществ. Чем улучшить ситуацию с этой насущной проблемой в регионе. Проблема серьезная и с каждым днем она все-таки увеличивается. И есть несколько бригад, которые наносят эти рекламы. В общем, приходится идти за ними и потерять их рекламу. За день только в одном районе уничтожили десятки надписей. Такие же акции ежегодно проводятся в других субъектах страны. Елена Ребжанова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону.